Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня «Красная линия» представляет вашему вниманию специальный репортаж Максима Скороходова «Остров социализм». Почему даже в условиях кризиса хозяйство на селе, коллективной формы собственности, чувствует себя уверенно и лучше, чем частные? Куда идет наше сельское хозяйство? Об этом и о многом другом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня в студии Харитонов Николай Михайлович, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, фракция КПРФ. Пронин Вячеслав Вадимович, помощник гендиректора Российской ассоциации «Росагромаш». Позже к нам присоединится Грудинин Павел Николаевич, директор совхоза имени Ленина. По традиции нашей программы мы сначала смотрим фильм, а потом переходим к его обсуждению. Пожалуйста. В сознании большинства колхозный значит, во-первых, отсталый, во-вторых, ушедший в далекое прошлое. Но есть в России места, где могут оспорить оба этих утверждения. И выглядят они примерно вот так. Сельскохозяйственный племм колхоз «Россия» как был колхозом со дня своего основания в Третьевне, в 1921 году, так им и остается по сей день. Никаких ЗАО или ООО делать из него не стали. Поэтому здесь до сих пор хорошо знают, что такое коллективная собственность и социальные обязательства. Мы остались при коллективной форме организации труда. У нас земля была в бессрочном постоянном пользовании. Мы выкупили ее у государства и отнесли в неделимый фонд. Это залог сегодняшнего благополучия хозяйства, стабильного развития. Пашют и засевают тут более 18 тысяч гектаров землицы. Растение и водство – основной вид деятельности хозяйства, а так сказать, между делом, еще производят более 900 тонн мяса, занимаются переработкой подсолнечника, имеют собственный кирпичный завод. За прошлый год колхоз реализовал продукции на миллиард 160 миллионов рублей. А что перепадает рядовому колхознику? Заработная плата на этом комплексе 30 тысяч, средняя. Мы снабжаем спецодеждой, тремя комплектами. Все это здесь стирается, ни домой не берется. Обед обходится работнику где-то 12 рублей. Каждый год мы проходим медицинские осмотры. Для работников животноводства, у нас порядка 100 человек, где-то расходуется 200 тысяч. Мы видим вчерашний день, все три дойки, утро, обед, вечер. И смотрим общий за день. Вот животное, 38,8 дало. Почти 40 литров дают животное. Это хорошее? Господи, да вы что? Это выше, хорошее. Вот представьте, да, и 40 литров есть. Такие высокопродуктивные коровы, понимаете? Хотя и приходит на помощь современное оборудование, труд доярки был и остается тяжел. Но Надежда Шиманова в животноводстве уже отработала 14 лет и уходить не собирается. Уйти куда-то в неизвестность или же остаться в хозяйстве, где социальная база, хорошо защищенная. И курорты, и больничные, и помощь какая-то, если вдруг какое-то несчастье случается, всегда колхоз идет навстречу. Такова уж жизнь. Работнику всегда больше нравится то, от чего современный работодатель старается отделаться. Достойная зарплата, оплачиваемый больничный, премии – все это прямая угроза его личному благосостоянию. А в колхозе бывает, что рабочие места создаются специально, чтобы людей удержать. У нас сегодня почему не занимается животноводством? Только потому, что сегодня выгоднее гораздо заниматься растеневодством. А почему в коллективном хозяйстве? Вот у нас сегодня и молоко, и мясо. В силу того, что это есть коллективная собственность. И кто является собственником всего и членом коллектива, он должен быть трудоустроен. Здесь строят склад, способный принять до 10 тысяч тонн пшеницы. Бригада строителей сформирована из самих колхозников. Нужно сохранить коллектив. И они все для того, чтобы ежедневная была работа, они освоили много специальностей, много профессий, кроме основных. Основные профессии у них – производство масла подсолнечного, переработка зерна. И вот это дополнительно – это как раз строительные. Они сварщики, монтажники, каменщики. И колхозу в целом приходится осваивать различные сопутствующие направления деятельности, чтобы эффективно заниматься сельским хозяйством. Он себя и кормит, и обслуживает, и даже заправки имеет собственные. Это хранилище, которое способно хранить топливо в количестве тысячи тонн. Это потребность наша практически чуть-чуть больше полугода. Отсюда стартуют автозаправщики. Выезжают в поля для дозаправки техники на месте. Через систему ГЛОНАСС оператор сразу может отследить, сколько и куда идет горючего. Не в каждом хозяйстве есть такое оборудование, скажем так. Но мы уже в таком режиме где-то года 3-4, наверное, работаем. Поэтому уже и эффект есть. Наверное, где-то экономия состояла в пределах 500 тонн за год. То, что хозяйство идет в ногу со временем, привлекает молодых людей, удерживает от бегства в крупные города. Молодежь среди главных специалистов, специалистов среднего звена – одна из составляющих уверенности хозяйства в завтрашнем дне. Я видел себя изначально только здесь, только работать с техникой. На данный момент дружусь и получаю это удовольствие. Работать с удовольствием без этого здесь долго не протянешь. Здесь тяжело. Это не в офисе. Штаны просиживают. Отдыхать туда ездили? Конечно. Я в госпиталь ездил. На море, в госпиталь. У нас же база там на Черном море. В санаторий ездят в конце года. Когда колхозники говорят «наша база отдыха», «наш санаторий» имеют в виду не места, куда постоянно ездят, а те, которыми именно владеют. В санаторий «Колос» в Кисловодске долевая собственность трех колхозов – плем колхоза «Россия», колхоза «Терновский» и колхоза имени Ворошилова. Председатели этих хозяйств объединяют не только многолетняя дружба и взаимовыручка в общих делах, но и понимание того, что человек – не лимон. Его нельзя просто выжать и выбросить. Если и есть здесь бизнес, то он для людей, а не люди для бизнеса. Поэтому от санатория не отказались даже в 90-е годы, несмотря ни на какие кризисы и трудности. У нас комиссия медицинская есть своя, при хозяйстве определяет, кому нужно это строить, обязательно поехать в санаторий. И независимо даже по желанию, так собирайся, езжай, управляй свое здоровье. Нарзанные и ароматические ванны, массажи, оздоровительная ходьба в огромном парке Кисловодска благотворно влияют на здоровье счастливых обладателей путевок. Общий оздоровительный и укрепляющий эффект от пребывания здесь могут испытать на себе все желающие, но к колхозникам здесь подход особый. Если пациенту этому с колхоза требуется какое-то диагностическое обследование, более специализированное, например, по гастроэнтерологии, зачастую мы пациента направляем в курортную поликлинику, и делается это бесплатно для них. Бесплатно для колхозников, но не дешево для колхозов. Колхоз Терновский, один из совладельцев санатория, отправил сюда за последние три года 150 человек и потратил на это 13 миллионов рублей. Хозяйство не из бедных, может это себе позволить. Мы входим в 300 лучших хозяйств России, также мы являемся с 2000 года хозяйством высокой культуры земледелия и входим в 100 лучших хозяйств по производству зерна, подсолнечника, кукурузы. В Терновском занимаются в основном озимой пшеницей, также выращивают горох, сахарную свеклу, сою, лен, другие культуры. Все успешно, все рентабельно, так что даже в кредиты получается не влезать. Около сотни автомобилей в гараже, более сотни тракторов, 30 комбайнов. Политика колхоза – закупать свою, отечественную технику. Хотя найти ее становится все сложнее. По крайней мере, от предыдущей версии этой селки уже отличается намного. Ну, в лучшую сторону. В лучшую сторону, более работает по сырым погодным условиям. А приходилось работать на импортных аналогах? Ну, импортные, ну, вот это полуимпортные. Полу, ага. То есть какие-то узлы есть? Да, высевающий аппарат итальянский, сборка российская, все остальное. То есть он воронежский, но итальянский. Ну да. Зато этот красавец точно наш. Росельмашевский. Импортные брать комбайны слишком дорого в обслуживании. А наши более подходящие, они уже более современные. Ну, росельмашевские комбайны, гораздо кабиней поприятнее. Кондиционер, тишина. Комфорт на рабочем месте – очень объемное понятие со многими составляющими. В колхозе уделяют внимание каждому из них. Владимир Николаевич, пожалуйста, раздеваемся, присаживаемся. Хорошо. Давайте посмотрим ваше давление. Умничка, 120 на 80. Все прекрасно, замечательно. На каждом участке своя столовая. Обеды 20 копеек. Не в одной организации могу наспор поспорить, нету такой цены. Обеды комплексные, в уборку, даже и три-разовое питание. Завтрак, обед и ужин. На первой борщ варили, и суп гороховый варили. На вторую – гречку, мясо тушеное, тефтеля. И компот с собственных яблок. Но самое главное – это люди. У нас постоянная численность. Это 420 человек. То есть мы людей не сокращаем. Хозяйство обеспечено высококвалифицированными кадрами. Третий из которого у нас молодежь до 35 лет. Андрей и Олеся – как раз такие молодые специалисты. От своих городских сверстников отличаются тем, что их совсем не интересует ипотека. На покупку своего жилья колхоз выдал им беспроцентную суду на 5 лет. Тут у нас гараж вместе с летней кухней. Там у нас сарай. Мы сейчас вот строимся потихонечку. Подвал. Там еще небольшая площадь под огород. Сад можно посадить. Но это все со временем. Говорится, еще не обжились. Только недавно заехали. Сейчас молодежь не заставишь в селе работать. Все бегут в город. Там и живут на съемных квартирах. Почему здесь же можно тоже работать? Зарабатывать. Уровень средней зарплаты в колхозе самый высокий в районе – 25 тысяч. Во время уборки гораздо выше. Плюс выплаты пайщикам земли. Плюс оплата натуральным продуктам. Так что не все даже и суды на жилье берут. Строят на заработанное. Можно построить постепенно, как говорится. Курочка по зернышку клеит. Зато потом ты отстроишься, ты будешь знать, что это твое. Ты сам это сделаешь, а потом это построим. Не зря поверили в свое время колхозники-председателю. Стали вкладывать деньги хозяйства в покупку земли в общую кооперативную собственность. Много лет прошло с тех пор, и ни разу не оказывался колхоз в убытке. Что такое колхоз и коллективное? Это народное предприятие. То есть это хозяйство принадлежит членам трудового коллектива, которые имеют право избирать и быть избранным. И собственность, которая у нас имеется, она принадлежит членам трудового коллектива. Все направлено на то, чтобы человек был человеком. Чтобы человек чувствовал хозяина, понимаете? Чувствуют себя здесь люди хозяевами или нет, мы поехали узнавать в поля. На провокационный вопрос, что будете делать, если председатель возьмет, да и продаст половину колхозной земли, отвечают уверенно и однозначно. Он сам не имеет права принять такое решение, продать. У нас же коллективное хозяйство. Мы должны собраться, проголосовать. Вот отсюда и берется чувство общей собственности. В колхозе руководитель не может единолично принимать важные для хозяйства решения. Да еще и отчитываться о проделанной работе должен перед колхозниками. Это обеспечивает успех хозяйству куда больше, чем программа государственной поддержки сельского хозяйства, о котором мнение на местах также однозначное. Ну что касается государственной поддержки, то и на цифрах я могу сказать следующее, что, допустим, в небюджетные и бюджетные фонды мы ежегодно отчисляем до 65 миллионов, а субсидии получаем в виде субсидий поддержки государственной около 15 миллионов. Вот соизмеримо, да, 65 миллионов мы отдали, государство 15 получили. Эти 15 миллионов – так называемая гектарная поддержка. Да, субсидии на обрабатываемые площади хозяйства. Никакой другой поддержки хозяйство не получает. Но, может быть, этого и достаточно, ведь теперь, как говорят, мы продаем за рубеж зерна больше, чем когда бы то ни было. Спросите у тех, кто говорит, сколько сегодня продукции заводится за границы. Готовой продукции. Мы продаем за бесценок, а забираем оттуда по большим-большим ценам, да? Готовая продукция гораздо дороже сырья – это аксиома. Чтобы продавать хорошо, нужно знать и в каком виде продавать, и когда. К пшенице это относится так же, как и к любому другому товару. Иван Андреевич мудро в этом поступает, что не сразу убрали, да, и сразу чтобы продать, потому что цены еще низкие. И как-то уже попозже тогда начинаем продавать, когда уже цены чуть поднимаются. Чтобы не сбывать зерно сразу после уборки по низким ценам, колхоз построил и оборудовал три зернохранилища. Более мелким фермерским хозяйством такое не по карману, потому они и становятся жертвами перекупщиков. Я очень сочувствую фермерам семейным, которые сами обрабатывают землю, у которых утлая техника, понимаешь, которые… Как их затянули, как они клюнули, что ты будешь собственником, правда? И сегодня в поте лица. Ведь у нас вот в колхозе у нас разделение труда. А у фермеров он все. Он экономист, он бухгалтер, он механик, он сварщик, правда? Поэтому я не боюсь этого слова, что такие фермеры жестоко эксплуатируются. На это могут возразить, что любой работодатель эксплуатирует своих работников в той или иной степени. Но в СПК Терновский интересы работника – не его личное дело. Их отстаивает и само хозяйство. Тут, как и в России, не в стране, а в колхозе Россия, бывает, что рабочие места создаются в убыток хозяйству. Овцеводство в колхозе Терновский существует целиком за счет прибыли от растения и водства. Себестоимость шерсти на нашем хаотичном рынке в 19 раз выше, чем цена реализации. Закрыть убыточное направление и уволить персонал на это в колхозе не пойдут никогда. Потому что здесь все свои, отработавшие в хозяйстве не один год. Как коллектив есть коллектив. Один за всех и все за одного. Принцип взаимопомощи колхозники распространяют далеко за пределы своего коллектива. В беде или в нужде идут к ним и из школы, и из детсада, и из администрации. И не было случая, чтобы Иван Андреевич, ну, каким-то образом, скажем так, торопился куда-то или что-то сказал, скажем так, мне некогда, я уезжаю. А вопросы какие решаются? Ну, где-то, может быть, средства нужны для того, чтобы что-то там большое сделать. Где-то, и чаще всего, скажем так, машина, трактор, потому что село нужно содержать в чистоте, а техника, конечно, в Терновском. Недавно директор она пришла, Иван Андреевич, на Питер детей бы свозить. Вторая пришла, что им надо подремонтировать. Они приходят, просят, мы выносим направление колхоза. Правление принимают. Ну, а знаете, никогда правление не отказало. Школы в Терновском тоже непростые. Сохранили вкус к отечественным системам воспитания. Пионеры здесь все так же принимают у памятника Ленину. Наша школа не думала о том, что новое создать. А все, что было создано, наработано для воспитания нравственного и духовного учащихся, мы сохранили. Залы пионерской и боевой славы не единственная, чем обязана школа номер 9 колхозу Терновский. Помогали с ремонтом и крыши, и помещений, и с мебелью, и с путевками школьникам, и с компьютерами, и много с чем еще. Народ, забывающий свое прошлое, не имеет будущего. Поэтому мы собираем поисковые задания. Они ходят к ветеранам, они встречаются с вдовами, с детьми войны. Это очень важные моменты, когда дети соприкасаются с историей малой родины. С историей своей родины дети знакомятся и в местном музее, который тоже существует под колхозным крылом. Наш музей носит имя легендарного героя гражданской войны Константина Архиповича Трунова. В годы Первой мировой войны за мужество и героизм, проявленный на фронтах, он был удостоен звания полного георгиевского кавалера. А в годы Гражданской войны в нашем селе под его руководством был организован краснопартизанский отряд. Богатая коллекция музея посвящена культуре и истории родного края, мирной и военной. По сведениям нашего музея считается, что именно Трунов придумал Тачанку, поскольку не признавал иной тактики ведения боя, кроме внезапного налета на врага. А с современностью этого края мы знакомились по пути в соседний колхоз имени Ворошилова, последний из триумвирата совладельцев санатория Колос. Здесь тоже когда-то был колхоз, и был он ничем не хуже СПК Терновский. Часть земли забрала колхоз Ворошилова, чтобы спасти хотя бы земли не пустовали, часть фермеры, а остальное досталось инвестору. Он далеко отсюда живет. А вот здесь мы прорезаем, была раньше молочная товарная ферма, довольно-таки знаменитая. Здесь поселок, в народе его называют Монголия, проживало тоже большое количество населения, около тысячи. Школа не было, но в школу возили детей, магазин был, производственный участок был, фельдшерский пункт был. На контрасте с жизнерадостными лицами, ухоженными улицами колхозных хозяйств, неприятно смотреть на эти осколки былой роскоши. Доехали до колхоза имени Ворошилова и совсем другие и виды, и запахи. Современные колхозы на Ставрополье, да и в целом в России, это особая зона. Зона стабильности, зона достатка, зона уверенности в завтрашнем дне. Остров социализм, в зыбких водах купи продажных отношений. Большой остров. По своей площади все три хозяйства, как две мальты или четыре лихтенштейна. Печем чисто, без всяких добавок, дрожжи, мука и вода. Без всяких улучшителей ничего не добавляем. Ну пахнет-то замечательно здесь, конечно. Пекарня кормит хлебушком весь район. А сама Наталья Викторовна полноправная колхозница. Отработала здесь уже 25 лет, имеет свой земельный пай. А вот мы сюда, когда к вам ехали, смотрели другие колхозы, уже не в очень таком хорошем состоянии. Там у вас есть какие-то знакомые? Конечно, родственники. У меня дядя, там тетя в том колхозе работали. Но и когда получился распад, землю передали сюда, в наш колхоз, им не ворошилово. Пользуются всеми льготами, довольны. Чтобы понять, чем так довольны колхозники, нужно знать, что их доходы складываются из нескольких составляющих. Это зарплата, премия по итогам года, выдача продукции колхоза и плюс выплаты членам кооператива, полноправным колхозникам, то есть. Начисления зависят от количества лет, отработанных в колхозе. И в итоге набегает очень даже неплохо. Хорошо. Хорошо. Где-то у нас механизаторов сложилось от 900 до миллиона заработная плата у лучших. Механизаторов, завод. И на пай мы получаем, и на пай тоже получаем зерно, растительное масло и сахар. Не надо мне зерно, я, значит, это зерно тут же продам в хозяйство, вырученные деньги заберу себе. Это как человек пожелает сам. Отдыхать куда ездить? Ну, у нас много ездят. И в Весентуки, в Железноводск, в Кисловодск, в Сочи вот ездят. Даже в том году у нас девочки, вот сестра моя, ездили в Турцию. Ну, так вот пришли к руководителю, говорит, мы, нам цены одинаковые, что сейчас в Турции, что в Сочи, да? И что, и руководитель оплатил? А кто же, да. Да. Мы сами не платим, у нас все руководство платит. У нас около 300 миллионов прибыли. А позапрошлом году, скажем так, за 2014 год, там было 240 миллионов прибыли. То есть мы постоянно увеличиваем прибыль, считаем, какие культуры более для нас выгодные. Ну и, соответственно, раз есть этот вопрос экономический, значит, есть чего тратить, есть чего помочь, есть чего потратить на социальные вопросы. Если могут колхозы годами успешно работать в сельском хозяйстве, кто тогда называет его черной дырой? Кто и, главное, почему? Сегодня крупные, значит, капиталистические структуры прибирают к рукам земли. И плохо на ней работают, плохо. И они плохо решают социальные проблемы в селе. Вот чего сегодня с какой. Так называемые инвесторы. Кто такой инвестор? Уже сами слова говорят. Он принес рубль, должен вынести два. И те проблемы, которые надо бы решить, они как бы ему не нужны. Он их даже не знает и не слышит. Потому что он не местный, он не здесь. Инвесторы – это, пожалуй, единственное, что волнует теперь этих жителей острова социализм. И руководство, и рядовых колхозников. Если придет какой-то инвестор, если введут закон о продаже земли, и инвесторы придут из Вне, не со Ставрополя, и будут скупать здесь земли, соответственно, наша рабочая сила им будет не нужна. И пойдет массовое сокращение людей, будет какой-то хозяин. И тревога на душе о завтрашнем дне. Как мы будем жить здесь, в селе? Эти настроения и подталкивают все больше молодых ребят к вопросу, на который однозначно ответил в свое время их знаменитый односельчанин. А я за кого? Молодой коммунист, да. Я вступил в партию полгода назад. Они не поддерживают нынешний курс правительства, что народ нищает, значит, 10% богатей, остальные, значит, живут от зарплаты до зарплаты, берут кредиты. Наши отцы, они коллективизацию перенесли, хозяйство организовали, это все коммунисты. И вот эта традиция у нас, она как бы всегда внутри нас каждого есть. Каким образом удалось нашему руководителю создать такую структуру, что мы сейчас всем коллективом отвечаем за землю? Коллектив имеет собственности землю, весь наш коллектив, работающие и пенсионеры. И все тянут на себя одеяло. Россия одна и одеяло одно. Хватит перетаскивать друг на друг. Давайте возьмемся и Россию спасать. Сегодня главный раздел, сегодня быть Россией или не быть. Если кто-то не понимает, он очень слабо разбирается в политике. Чтобы быть Россией, теперь уже мало просто перестать тянуть одеяло на себя. Теперь это одеяло нужно восстанавливать. И можно это сделать только всем вместе. Как говорится, всем колхозам. Вот такой фильм. Николай Михайлович, вот мне просто интересно. Вы опытный человек. Практик. Многие годы депутат, кандидат в президенты. Вы мне скажите, вот у нас государственное руководство, оно понимает, что можно так жить? Или умышленно закрывает глаза и не хочет вообще это воспринимать каким-то образом? Вот неужели такие примеры, они не берутся на вооружение или отторгаются умышленно? Вот начало тогда, когда российской советской деревни переломили хребет. Берет, я хорошо помню, в каком-то интервью Борис Николаевич Ельцин, бывший президент или первый президент Российской Федерации, он и непокойный, сказал, раз коммунисты создали колхозы, совхозы, мы их распустим. Это его слова были? Это было в начале 90-х годов. Я вспоминаю Яковлев, архитектор перестройки, он еще одну вещь добавил. Колхозов не хватало, не касалось, но в принципе было нацелено туда же. Наша задача разрушить большевистскую общину. Не большевистскую, а, наверное, русскую общину. Но руководители того времени российского государства не понимали, что именно коллективизм, коллективизм, многонациональный коллективизм Советского Союза России, будем говорить так, спасли страну от фашистов, от фашистской Германии. Тогда, когда частная капиталистическая Европа, начиная с 1 сентября 1939 года, когда началась война с Польшей, буквально за считанные недели, месяцы все подняли руки вверх и капитулировали перед фашистской Германией, перед Гитлером. А именно коллективистский Советский Союз дал отпор. И сегодня 25 лет либеральных реформ и просмотренный фильм еще раз подтверждает, что коллективная форма собственности и организации труда имеет преимущество. Хотя, надо сказать прямо на телекамеру, что Компартия Российской Федерации в начале 90-х годов признала все формы собственности, все формы организации труда. Потому что есть разные территории в масштабах громадной России, там, где и малые посевные площадя, и небольшое содержание скота. Но это тема особого долгого разговора. Партия признала все формы собственности. Но этот фильм, по крайней мере, «Хозяйство из Саврополья», а мне приходилось бывать у Богачева Ивана Андреевича, в Терновске, СПК Терновский. Я еще, будучи кандидатом в президент в 2004 году, я помню, тогда еще в Доме культуры собралось человек 700. И с угла, как бы, небольшая группа молодых людей, Иван Андреевичу заявляла, «Ты когда начнешь землю раздавать по паям?» Он все это слушал, слушал, а потом в конце встал и сказал, «Вы, говорит, еще за титьку утром рано держитесь, а я рано утром езжу по селу. У каждого во дворе хрюкает, крякает, значит, мычит. Если я вам раздам землю по паям, у вас этого ничего не будет». И зал весь зашумел, 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 и притихли эти молодые люди. Поэтому на сегодняшний день и Компартия Российской Федерации как бы пытается обозначить и доказать преимущество коллективной формы собственности организации труда в чем контроль народный. Само по себе государственного народного контроля нет сегодня. А народный контроль, коллективный контроль не позволяет руководителю ни шельмовать экономику, ни принимать ущербные решения. То есть это самый лучший контроль тогда, когда трудовой коллектив абсолютно все контролирует. Я понимаю, но и тем не менее тенденция, вот мы же с вами разговаривали, и вы приводили слова Грефа, что ну не будет наших крестьян, китайцев наймем. Это позиция устойчивое руководство или нет? Вот как не видеть такие результаты? Как такое не внедрять, не поощрять? Там совсем другие трудовые отношения, там совсем другое отношение к труду, к ежедневному труду, потому что каждый понимает, сколько ты положил, не взял из коллектива, а сколько вначале положил в общую копилку, и в итоге ты можешь что-то потом получить. Люди понимают, там совсем другие трудовые отношения. К нам присоединился Павел Николаевич Грудинин, руководитель совхоза имени Ленина Подмосковного, и мы продолжаем нашу беседу. Значит, Вячеслав Вадимович, вот вы представляете крупных производителей хозяйственной техники. Вы сетуете за то, что, точнее сетуете на то, что не пользуются спросом, налогами обложены, невозможно вести производство, у вас некоторые производства выведены за границу и так далее, и тому подобное. Вы в состоянии или ставили вопрос в общем, что если сельские трудовые коллективы, к примеру, живут так, как здесь, то будет и спрос на вашу технику. У вас есть возможность влиять на такие моменты, или вы только занимаетесь узкой своей специализацией? Чем лучше живет крестьянин, тем лучше живем мы, производители сельхозтехники. Мы, конечно же, это понимаем, с самого начала существования нашей ассоциации, она всегда активно выступала за увеличение поддержки сельского хозяйства, за то, что нужно ограничивать импорт продовольствия, что должна продаваться сельхозпродукция российского производства. Мы неоднократно устраивали различные роды конференции совместные, где и крестьяне, и производители сельхозтехники могли между собой обсудить, поделиться и предложить правительству, как нужно выстраивать политику, аграрную политику. Правительство иногда прислушивается. Иногда прислушивается. Самый яркий пример – это программа 1432, которая уже действует три года, благодаря которой, несмотря на то, что во всем мире падает рынок сельхозтехники, в России российские крестьяне обновляют свой парк и покупают все больше и больше техники. И вот уже три года нас в этом смысле российское правительство поддерживает. Это неправда. Мы еще можем подискутировать. Мы предлагали совместные программы, мы предлагали и был такой доклад нашей ассоциации о производстве зерна в России. Мы предлагали, как нарастить производство зерна почти в четыре раза. Что это возможно сегодня и за счет заброшенных площадей, и за счет внедрения современных технологий, и роста урожайности и так далее. И там вполне такие логичные вещи, но почему-то этот доклад был всеми прочитан, но не реализован, мягко скажем. Также была приготовлена с большим, широким экспертным кругом программа развития сельского хозяйства «Разумная городная политика». Да, вот вы знаете, у меня такое впечатление складывается, мы очень часто занимаемся на нашем канале, корреспонденты ездят по сельхозпредприятиям, по сельской местности. Вот видим все это дело и разговариваем с производителями как техники, так и сельхозпродукции. Но мне вот, не знаю, вопрос к Павлу Николаевичу хочется задать. У меня такое впечатление, что мы из программы в программу об этом говорим, но есть такие системные ошибки, которые, если не решить, то вот мы будем так, еще год, два, и пять, и десять, и так далее. Была хорошая, помню в советское время, программа, да, так называемая, она была поразглашена съездами партии, постановлением правительства. Стирание грани, да, стирание грани между городом и деревней, да, стратегический план на инфраструктурное развитие села, который притворен в жизнь в Беларуси. Да, под него затачивалось все, абсолютно все. Как вы считаете, Павел Николаевич, нам нужен такой план, мы без подхода государственного сможем эти недостатки устранить, которые у одного одни, у другого другие, у третьего третьи. Ну, вообще-то такой план есть, она называется государственная программа развития сельских территорий. Другое дело, что это жалкое подобие той программы, которую Николай Михайлович вспомнил в 85-м году, была принята советская программа, которая реально дала возможность изменить ситуацию в селе, приблизить именно по комфорту жизнь в сельской местности. И, кстати, вот по этой же программе, которую сейчас мы вспомнили, в 86-м году, я тогда еще молодой инженер, и многие мои товарищи получили коттеджи с определенными условиями. Если ты работаешь в совхозе, ты должен выплатить половину, а вторую половину выплачивает за тебя хозяйство на протяжении 20 лет. Это никакая не ипотека, это рассрочка, причем настолько льготная, что мы платили, ну, просто какие-то копейки в месяц, это были просто смешные деньги. А вот сейчас, при всех этих, так называемых, усилиях правительства, эта программа, которая сейчас принята, она на самом деле больше приводит к стагнации сельского хозяйства, не к развитию сельских территорий, а к тому, что на сельских территориях вообще жить становится невозможно. Кстати, моего коллегу поправлю. У нас, к сожалению, идет постоянное уменьшение покупки новых тракторов. Другое дело, что из-за того, что два года назад тут случилось с долларом, сейчас больше покупают не импортную технику, а отечественную. Но если взять данные минсельхоза, мы ежегодно на тысячу тракторов покупаем меньше, и дошли уже до 11 тысяч тракторов новых в год, которые мы покупаем. Хотя нам, как минимум, нужно, чтобы хотя бы держать парк в том виде, в котором он есть, 46 тысяч тракторов покупать ежегодно, ну, чтобы обновление было раз в 10 лет. То же самое произошло и с корморочными комбайнами, и с комбайнами зерновыми. При якобы великих или там хороших показателях, а мы помните, да, каждый год на 3% увеличиваем, да, мы еще не достигли уровня производства 1991 года, который был в Российской Федерации. Далеко еще до него. И вот я не понимаю, что каждый год мы показываем рост, а 25-летнего, скажем так, успеха там не достигли. Поэтому мне хочется сказать вот о чем. Действительно, залог, скажем так, благополучия страны, это залог, это только то условие, что сельские территории должны развиваться, потому что это огромная держава. И мы не сможем удержать такие огромные площади, если не будем всех стягивать в город. А вы понимаете, что люди, значит, человек ищет где лучше. Конечно. Рыба где глубже, а человек где лучше. Естественно, если в городе можно хоть как-то жить, а в деревне жить невозможно, то, соответственно, все люди перемещаются в крупные мегаполисы или в территории рядом с ними. Кстати, об этом, я не знаю, Николай Михайлович, я еще раз хочу задать вопрос. У нас проходят ежегодные урбанистические форумы, но Биулина там возглавляет этот процесс. Вот, вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас говорим о проблемах сельского хозяйства, обо всем об этом. А, Павел Николаевич, правильно поймете, они определили 13-15 мегаполисов. Сказали, что все остальное должно умереть. Рабочих привезем с Китая в случае чего. Надо всех селить и организовать их жизнь. Я бы привел... Может, мы зря бьемся-то. Я привел бы, сказал, на телекамеру лозунг, который я видел в начале 90-х годов, хозяйство Казминское в том же Ставрополе. Да. Просто на фанерных счетах было написано. Живи, отейся, спокойно, пока в селе крестьянин есть. Правильно. И говорить о каких-то 15 мегаполисах... Это они говорят. Нет, ну и рассуждать, и говорить, но это... Я не знаю, как этих людей назвать. Я только скажу одно. Не случайно президент на последнем послании обратил внимание всей страны, что 21 век от развития Сибири, Забайкаль и Дальнего Востока. Почему? От Урала до Дальнего Востока нас живет всего 27 миллионов. Да. И то это колесится благодаря той беде, которая произошла в 1941-1945 год. Промышленный потенциал был переброшен с той же Белоруссии, Ростова, Белгорода и так далее. А все богатство, на котором живет европейская часть России, за Уралом. И газ, и нефть, и лес, и рыба, и многое другое. Поэтому упущено время. Сегодня мы пытаемся это наверстать. А как же без хлеба? Как же без хлеба? Ну, я не знаю. Ну, любой хозяин, я не знаю. Вы в своей семье даже. Ну, у вас какие-то планы есть, да? Я не знаю. Вот вы решили. Я не знаю. Вот вы решили. Так, будем развивать село. Что для этого надо сделать? Никакой рынок не отрегулирует. Должна быть правильно, Николай Николаевич говорит. Почему тогда такие решения принимают? Должна быть государственная программа. Так. Когда она будет? Боимся планировать. Потому что под любой план необходимо просматривать финансирование, кредитно-финансовую политику, экономическую политику. И за это надо отвечать. Вот, кстати, Николай Михайлович сказал по поводу развития Дальнего Востока. Вы знаете пресловутый гектар, который там раздают. Вот. 205 с лишним человек уже записались. Вы, как производители техники, если сказать, рассчитываете на то, что вот эта политика, она даст какой-то результат для вашей отрасли? Ну, с учетом того, что современная техника становится все более и более производительной. И мы работаем над этим. Мы каждый год улучшаем, увеличиваем, делаем более мощный. Да, конечно, какой-то гектар – это не формирование спроса для нас. Это, скорее всего, пруд, может быть, какой-нибудь сделают там или дом построят. Но для производителей сельхозтехники это, конечно… Мини-культиватор Крот, и то им надо больше. У нас столько примеров. Да, столько примеров. Вот в Беларусь мы часто ездим. Но не с этого начинали. Понимаете? И в Татарстане были недавно. Что сделали там? Заброшенные деревни. Люди уехали в города. Газа нет, света нет, ничего нет. По-моему, еще при Шаймию начали проводить. Привели трубу газа, выставили ее, поставили трансформаторную будку. Народ сам вернулся. Занимается инфраструктурой. В Беларуси стоят полторы тысячи агрогородков. Вот у вас, Павел Николаевич, вопрос, в принципе, стирания грани между городом и деревней решен. Рядом с Москвой. И инфраструктуру ваше предприятие организовало такую, еще москвичи позавидуют этому делу. Так вот, действительно, у вас эта проблема не стоит. А на Дальнем Востоке мы созванивались с нашими корреспондентами, с руководителями партийных организаций на местах. Но они такое рассказывают. Там не то, что что-то. Там фельдшера за 100 километров не найдешь. И вот эту программу предлагают, она мою пиарит. Как вы к этому относитесь вообще? Что это за государственный подход такой? Это не государственный подход. Это подход людей, временщиков, которые даже не понимают. Знаете, главная проблема России все-таки в отсутствии профессионализма, в том числе и в госуправлении. Потому что любой серьезный специалист скажет вам, что на гектаре сельхозпроизводством заниматься нельзя. А для дачи это уже как-то многовато. И возникает резонный вопрос, к чьих интересах все это делалось. Потому что это не привлечет людей из, скажем так, крупных городов. Потому что к этому гектару, если бы подвели воду, газ, электричество, дорогу, дали бы рядом возможность учить детей, лечить кого-то. А у нас два тренда. Одно сокращение всех сельских больниц, школ, детских садов. И одновременно говорят, слушайте, а еще возьмите по гектару. Там что, человек будет жить в условиях каменного века, что ли? И поэтому все действия правительства, они какие-то бессмысленные. Или имеющие какой-то смысл кратковременный. Но на будущее никто не думает. Управлять значит предвидеть. А судя по всему, нам никто не управляет, потому что они не предвидят, что будет происходить через год, через два. Вот только что наш коллега сказал, что давайте произведем больше зерна. А вопрос, а зачем? Чтобы вывезти за рубеж? Ну, наверное, да. В этом году рекордный урожай ожидают. Доступность-9. Насчет рекордного урожая не знаю. В 90-м году он правильно сказал, 125 миллионов тонн рассырта на молодежь. Но мы всегда производили больше зерна, чем сейчас. И не вывозили его, потому что у нас была промышленность, которая занималась переработкой зерна, производством молока, мяса, птицы и всего остального. А мы сейчас говорим о том, что давайте быстро произведем, а потом что будем делать? Вот этот год показал. Ну, произвели много картошки и овощей. А куда это все делать? Это фактически пропало, потому что переработки у нас нет. Государство не вкладывает деньги в развитие именно перерабатывающей промышленности, а мы производим сырье. И поэтому нам сказали, разбирайтесь как хотите. И многие хозяйства получили убыток. Если мы произведем много зерна, у нас что есть для этого? Элеваторы. Мы собираемся куда-то вывозить. А что мы будем делать? Если Турция на нашем зерне производит муку, которая по всему миру продает, это высококачественная мука, почему мы этого не делаем? Потому что у нас такие экономические условия, что бизнесом заниматься невыгодно или очень опасно. Потому что если твой бизнес хороший, то, скорее всего, придут люди, как говорил президент, возбудят уголовное дело, отожмут и отберут. Об этом он, кстати, в послании к Федеральному собранию говорил. И поэтому нужно поменять вообще систему госуправления. Поменять систему судебную, которая у нас не является справедливой и независимой. И это все структурные реформы, о которых все говорят, но никто ничего не делает. И поэтому, как сказал наш премьер-министр, держитесь, денег нет, здоровья вам и успехов. Это можно отнести не только к пенсионерам Крыма, а ко всей России. У них нет программы, кроме одного. Держитесь, она говорит, денег нет. Все-таки, говоря, Павел Николаевич, действительно, возвращаясь к тому, что вы сказали, ну, из своего личного жизненного опыта, на примере других товарищей, с которыми вместе работаем, вижу, да, на примере этого хозяйства, мне не верится в то, что нет человека, который что-то там посчитает, будет просчитывать вперед и все остальное, какой-то план составит, или группы товарищей, которые это все промеряют. Я диву даюсь, я диву даюсь, это же элементарно. В несколько ходов, понимаете, и под это выстроить государственную политику. Или это вообще никому не надо? Вы как-то нашему коллегу спросили, а вы говорите правительству, а правительство не слышит, оно оглохло. Есть проблема. Вы видели, недавно президент собрал экономический совет. Два года не собирал, потом собрал. А кого он туда пригласил? Одних и тех же людей, которые на протяжении многих лет говорят ему вот эти все либеральные идеи, и он никого другого-то не пригласил. Вот только недавно проходил Орловский экономический форум. И там было огромное количество ученых и огромное количество идей. Но ни одну эту идею эти, вот кого он пригласил, там, ни Кудрин, ни Улюкаев. Павел Николаевич, они не в состоянии осмыслить или они умышленно этого не делают? Я не понимаю ничего. Они живут в другом мире. А, понял. Их задача собрать нефтедоходы и газовые доходы. И как-то распределить между собой остатки оставить народу. Но если вы соберете там трех, извините меня, преступников, и скажете, слушайте, давайте начните заниматься управлением, они все равно, по сути своей, будут заниматься тем, чтобы как-то отжать, отобрать. Зону создавать. Будь между собой, да. А нам нужно совершенно поменять вектор, потому что это не патриоты. Люди, которые работают таким образом против своей страны, против людей, которые населяют эту страну, это не патриоты, а нам нужно патриотичные люди, которые экономически думают не о том, как набить собственные карманы и как сделать чиновников более богатыми, и о том, как сохранить все это потом, награблено. О том, как изменить вектор развития страны, чтобы людям было жить хорошо. Мы пришли к тому, что все идеи, так называемые, псевдолиберальные, они все привели в тупик. Об этом знают уже все. И по кругу пошли. Да, но пора уже сменять эту систему, пора уже, извините, менять правительство, потому что, как это, это коней на переправе не меняют, как говорил генерал Лебедь. А правительство меняют. А слов нужно и нужно менять, потому что тут уже понятно, что они никуда не вывезут нас. Но мы все равно идем в какой-то тупик. Причем, чем дальше мы туда залезаем, тем тяжелее потом выбраться. Николай Михайлович, вот у нас был съезд трудовых коллективов, на которых опробована программа партии в марте месяца. В том числе были сельхозпроизводители. Очень много сельхозпроизводителей. Производители техники были. Пришли и видные экономисты, руководители коллективов. Вот как вы считаете, критическая масса это собирается, производственники не хотят жить в этом законном. Сельхозяйственные производители не хотят жить. Люди, трудовые коллективы не хотят жить. Доколе, когда это? Ну, главный первый рычаг, что можно повернуть ситуацию как бы в правильное русло, это выбор в Государственную Думу 18 сентября текущего года. Был мощный Орловский экономический форум. Там были великолепные идеи промышленники, сельскохозяйственные руководители. И из разных отраслей народного хозяйства, ну, громадный зал там зал не вмещал, и целый день там наработали не случайно. Именно Орловский форум послужил той предвыборной программой нашей партии, из которой Геннадий Андреевич извлек 10 тезисов. Тезис предвыборных. Он не случайно говорит сегодня, что, чтобы повернуть развитие экономики, социально-экономическое развитие России, необходимо прийти на выборы. Это выборы, ну, можно образом так сказать, либо это революция 17-го года, как бы результаты могут изменить, либо это 41-й год Великой Отечественной войны. Если люди сегодня осознают, что дальше уже отступать некуда, и единственный сегодня рычаг, ну, спокойный, нормальный рычаг, это прийти и проголосовать за избирательное объединение КПРФ, тем самым люди сделают свой вклад, неоценимый вклад в победу тех мыслей, о которых мы постоянно на всех телепрограммах пытаемся донести и говорить. Люди-то сегодня прекрасно уже понимают. Если мы на 40 миллиардов долларов закупаем продовольствие, сегодня разговор идет о сельскохозяйственном производстве, без малого 40 миллиардов долларов мы закупаем продовольствие. А на 20 экспортируем? А продаем там мы, это условно, мы сырье продаем, он правильно, Павел Николаевич опять ссылается на него, мукой надо торговать, доской надо, а не кругляком торговать надо сегодня. Поэтому сегодня абсолютно надо импортозамещение не на словах, а на деле. Но для этого необходимо планировать и минеральное удобрение, и технику. Кстати, Медведев, Медведев, да, вот недавно был в Белоруссии ездил, да, его Лукашенко встречал в агрогородке. Так показал на всякий случай. Слушай, посмотри, какие дороги, что почем и так далее. Вот, и вот, Павел Николаевич, у меня вопрос такого плана. Вы практик. У вас в прошлом году была проблема со сбытом продукции определенная, насколько я помню, да, вот, по крайней мере в городе Москве. Как вы вообще, вот, как хозяйственник считаете, если бы была система сбыта производства, многие фермеры, маленькие хозяйства жалуются, нет сбыта, никто не покупает ничего. Это решило бы системную ошибку сегодняшней сельскохозяйственной политики или нет? Или вам это не надо? Вы смотрите, все уже давно придумано до нас. И в Советском Союзе были Райпотребсоюзы, Потребкооперации, которая занималась сбором небольших производителей сырья, продовольствия, которое делало крупные товарные партии и давало их в торговую сеть. А то, что не могло дать торговую сеть, перерабатывало. И везде стояли мелкие и небольшие заводы, предъявляющие потребкооперации, которые делали все, спирт, крутили банки с компотами. Вы помните, вроде как ничего не было, но компотов, соков, джемов было огромное количество. Солей. Солений. То есть все это шло в дело. Забыли, 25 лет прошло, как будто мы по-новому живем. Не говорите. Кстати, я приехал в Германию на выставку, там тоже оказывается, сам фермер ничего не продает. А берет, сдает в свой кооператив, который по районному принципу. Те формируют такие же товарные партии, как 25 лет назад наша потребкооперация. И точно так же торгуют с торговыми сетями, с кем угодно. Но торгуют от имени всех фермеров. И потом эту прибыль распределяет между, ну как кооператив тогда распределял между всеми пайщиками, так и распределяет между, скажем так, своими фермерами. Все уже придумано. Но почему-то мы худшее берем из-за границы. То есть, а лучшее оставляем. А вы знаете, что сейчас в Аляске каждому, кто там живет, за счет того, что Аляска богатый штат, выдают по тысяче долларов ежемесячно, потому что он живет на Аляске. А у нас на Камчатке, попробуйте найти, кому дают эти деньги. И вот тут вопрос. Государственная политика, направленная на интересы координатных госслужащих, чиновников, причем узкого круга. Или государственная политика, направленная на интересы населения, которая по большому счету услышала, опять же скажу, фразу лидера Единой России, что денег нет. Ну как же денег нет? Ты приехал на Мерседесе, едешь к своему Боингу, меняешь постоянно машины для госслужбы, увеличиваешь затраты на госаппарат, а денег для пенсионеров у тебя нет. Что такое деньги для пенсионеров? Это поддержка сельхозпроизводства и любого производства в стране. Потому что если у потребителя нет денег, какой смысл что-то производить вообще? Но главное, что вы у людей... Помните, главной задачей КПСССР и советской власти было написано на первой странице повышение материального благосостояния советского народа. Вот если это написать на любом документе правительства Российской Федерации, выступлении президента, все станет ясно. А что же тут получается? Пенсии не увеличивают, зарплаты бюджетникам не увеличивают, реальные доходы населения падают, а эти люди строят стадионы, какие-то сумасшедшие деньги закладывают на Запад в ценные бумаги американского правительства. То есть это антинародная политика. Потому что если вы напишите, что главное, чтобы пенсионерка получила нормальную зарплату, тогда и нам будет легко. Потому что мы тогда в этом случае начнем производить. Будет потребление. А потребления нет. Какой смысл производства? Конечно. А если мы начнем производить, то значит у них появится спрос на трактора, на сельхозтехнику. Тогда заработает промышленность. Вячеславу денег нет еще. Хотел добавить. 500 миллиардов долларов у нас ЗВР. Ну, золотовалютный запас. Почти 500 миллиардов долларов. А денег нет. Для пенсионеров денег нет. Для пенсионеров денег нет. Для себя-то они денег нет. Хотя бы продовольственной карточкой. Вы посмотрите, я сегодня ехал и читал две вещи. Первая, Николай Михайлович. В Питере провели эксперимент. Творог, который горит 10 минут. Знаете, творог подожгли, и он горит 10 минут. Это все. Заменитель животных жиров. Пальмовое масло. Мы едим уже неизвестно что. И второе, я прочел, пока ехал сюда. Жены чиновников стали получать на 52% больше, чем в прошлом году. У них ведь бизнес пошел. У чиновников и у их жен увеличились доходы. А у пенсионеров доходы упали. Это надо просто понимать, что происходит в стране. Вячеслав Вадимович, а вот Павел Николаевич обрисовал кратко. А вот в вашей среде, в среде среднего и крупного бизнеса, есть понимание того, или мы будем терпеть, будем уводить в Канаду все, а тут будет рушиться. Или, я не знаю, у вас настроения всем другие там. У нас настроения такие, что вести бизнес тяжело, заниматься производством тяжело. Стало чуть легче из-за девальвации, потому что небольшое выравнивание произошло конкурентных условий. Условий, в которых мы производим технику, и в которых в Канаде производится, в ЕС, в США и так далее. Но при этом там так же, как и в сельском хозяйстве, работают русские мужики, которые сдаваться не привыкли. И вот примеров крупных заводов, помимо одного, да, да нет, даже ни одного вообще, я не знаю, чтобы вывели именно производство куда-то за рубеж. То есть развивают там какие-то дилерские свои сети, но производство остается здесь. Да, иногда приходится там варьировать компонентную базу, да, но при этом сами люди, сама сборка, само производство, раскрой резко, гибко и все остальное, все это остается здесь. И никто уходить отсюда не собирается, все верят в то, что все-таки здравый смысл, он возобладает, и когда-то появятся доступные кредиты по нормальным ставкам, когда-то выровняется налоговая система. Ждем. Я не знаю. Русский народ терпеливый народ. А, терпеливый? Вот, потом, когда у нас бухгалтерская отчетность как-то упростится немножко, ну, создадутся просто условия для ведения нормального бизнеса. Когда можно будет из одного города в миллионник, а в другой город в миллионник, долететь на нормальном самолете, а не как сейчас, когда там проще через Москву слетать, потому что страшно. Вот, когда будут вот эти условия, тогда... Что по времени? Ну, свой рынок мы займем точно, а внешний рынок мы своей техникой завали буквально за несколько лет. Сможете? Сможем. Сможете. У меня последний вопрос ко всем присутствующим. К сожалению, программа наша подходит к концу. Николай Михайлович, и все-таки, из нашей сегодняшней беседы мы понимаем, что есть очень серьезные системные, абсолютно системные ошибки. Их несколько пунктов. Три, пять, которые надо сделать, без которых немыслимо поднять село, а значит, село не поднимется, мы потеряем Россию. Это абсолютно определенно. И Дальний Восток, и Сибирь, и все остальное. Где-то около городов что-то может быть. Какие именно меры вы бы приняли для того, чтобы системно сменить обстановку? В первую очередь, финансово-кредитная политика в отношении тех, кто занимается изхозяйственным производством. Если конкретно говорить. Тот банк, который сегодня, и в советское время все его знали, Россельхозбанк. И когда-то мне удалось на встрече с Ельцином уговорить, восстановить систему Россельхозбанка. Значит, и безусловно, финансово-кредитная политика, налоговая система, то, что касается для сельских товаропроизводителей. Ну и не менее, я помню, как мы радовались, когда удалось провести второй внеочередной съезд народа депутатов РСФСР, уговорить Ельца на проведение этого съезда. Тогда вот я с товарищами, мы записали в программу не менее 15% доходной части бюджета на развитие сельскохозяйственного производства. Я понял. Как вы считаете? Ну, полностью поддерживаю. Только единственное, добавил бы и промышленность тоже, чтобы им... У них было тоже кредитование, чтобы тоже была налоговая система адекватная. Это вот один момент, что я добавил бы. А второй момент я бы добавил, обратный налоговый маневр. Ну, вы знаете, что у нас сейчас на внутреннем рынке налоги на сырье, на нефть, газ растут, а экспортная пошлина падает. Это приводит к тому, что все выгоднее и выгоднее становится вывозить, чем перерабатывает здесь, например, нефть в бензин и так далее. Мы считаем в нашей ассоциации, на Московском экономическом форуме, что сырье, электроэнергия, газ, нефть, древесина, все металлы, сырьевые товары, которые к первым переделам относятся, они должны на внутреннем рынке стоить значительно дешевле, чем на внешнем. Это наше конкурентное преимущество. Надо, конечно, прежде всего поднять реальные доходы населения. Не может нищая страна хорошо работать и хорошо жить. А второе, это то, что написано в решениях Орловского экономического форума. Надо объявить госмонополию на алкоголь, например. Надо ввести прогрессивный налог. Богатые должны платить больше, чем бедные. Надо перевернуть нефтяные и газовые доходы в интересах населения, а не конкретной грудки олигархов. Разрыв между богатыми и бедными надо срочно сокращать, а не увеличивать, как это делается на протяжении, в том числе, и кризисных лет. И поэтому надо поменять госполитику в сфере производства. Нельзя душить налогами то, что приносит тебе деньги. Надо, наоборот, дать преференции. Мы все время пытаемся заманить каких-то иностранных инвесторов, хотя отечественных гробим и уничтожаем. И сама система для развития бизнеса не должна быть такой кислотной, потому что уже бизнесом занимаются только дети чиновников и их жены, а больше никто. Почему? Потому что все остальные не защищены. Они не защищены и недоступны финансовые средства. Без инвестиций в производство не может быть развитие стран. Это все должны понимать. А у нас инвестиции в ценные бумаги США, но никак не в производство отечественное. Поэтому, мне кажется, что первое, что нужно сделать, поменять тех, кто советует президенту, и поменять тех, кто работает в правительстве. Потому что это правительство не способно не справиться ни с каким кризисом. Они даже в лучшие годы ничего не могли сделать. А сейчас они просто должны написать заявление и уйти, на мой взгляд. И самое главное, я позволил себе сказать, это бессмертная идея Владимировича Ленина, основателя нашего партии, это идея социальной справедливости. То, о чем мои коллеги говорили, это самое главное. Тогда, когда население может поверить власти, депутатам, руководителям этой идеи социальной справедливости. Кстати, Ленинский завет был простой. От каждого по способностям, но каждому по труду. Вот и все. Спасибо большое вам. К сожалению, время нашей программы истекло. И можно сделать один вывод, что те достижения, о которых нам говорят сегодня в нашем сельском хозяйстве или в отдельных предприятиях, они существуют не благодаря, а вопреки. К сожалению. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова